Так, ну ладенько, вот мы сейчас, то есть эти вопросы, вернее, онтологическая проблематика, она дает возможность человеку ответить на вопрос, который он всегда волнует. Где в этой системе детей я, где я нахожусь, где я как часть человечества присутствую, какой с меня спрос, да, кто я в большей степени. Если мы берем эволюционную доктрину, это одна из гипотез происхождения человека, она рассматривает нас как высшее изверно в эволюционной цепи. То есть эволюционная доктрина считает, что мы развиваемся от простейшего к сложному и приобретаем те качества, которые мы обозначаем понятие homo sapiens. Но есть эти другие гипотезы. Вы в школе какие еще изучали гипотезы? Или вы только знаете дарминскую доктрину? Ну что, если вы ложитесь, а из вне надежды. Совершенно верно. Уже ура. То есть это так называемая космологическая доктрина, космокалитарная доктрина. Но там имеет в виду, она более сложная. То есть не человек взяли вот так вот дык и посадили на землю. А идея панспермии, что сначала жизнь и потом уже в связи с благоприятными условиями произошел человек. Есть и другая космопланетарная доктрина, которая утверждает, что именно изучение вот этой возможности человека существовать в том антропологическом виде, который он имеет, обозначается в египетских жреческих рисунках. Помните, да, кто ездил в Египет и кто привозил оттуда сувениры? Нога отдельно, рука отдельно. Ага. Собачью голову, по-моему, сфинксу, да? Или все-таки там какого-то... или льва. То есть вот эти различные моделирования, это тоже непонятно, на сегодняшний день не могут объяснить, но вот эта сборка осуществлена и оказалось, что оптимальный вот тот вид, который мы имеем как люди. Еще одна гипотеза. Есть еще одна гипотеза, которую мы изучали на христианской философии. Это какая гипотеза? Шуанер-Бог. Конечно, креационистская. То есть Бог создал по образу и подобию. Бог создал первых людей в таком облике. И они потом уже, если брать его ислам, он начал распространяться по всему миру. Адам и Ева. Первые родители, имеющие вот этот облик. И четвертое сегодня, которое она тоже достаточно интересно представленная, это доктрина какая? Вы ее не знаете. Инволюционная. И у нас даже есть в городе человек, который ее мощно продвигает. Догадайтесь? Кто? Где есть поликлиника с глазом на крыше? Молдашевская. Да? Да, Молдаша продвигает идею инволюционную. То есть идет обратный процесс от духовного к материалистическому воплощению. И чем дальше инволюция предполагает, что чем меньше духа, тем скорее человек превращается все больше и больше в простейшее, некое простейшее существо. Это процесс самоуничтожения, потому что он не выполнил ту миссию, которую подписывал дух. Ну, тут много вариантов. Обе-таки и эзотерическая, и философская философия присутствует. Мы сейчас не об этом. Мы просто хотим сказать, что вот этими гипотезами, которые я сейчас вам обозначила, только не раскрывая подробно, потому что над каждым нужно действительно тут посмотреть. В чем недостатки эволюционной доктрины? Она не отвечает на многие вопросы. Все-таки когда и почему произошел скачек, качественный такой скачок, как человек приобрел духовное качество. И так далее, и так далее. Сейчас я пока об этом не буду говорить. Я обозначила эти гипотезы для того, чтобы вы помните, что на сегодняшний день сам человек, само человечество, до сегодняшнего дня не ответил на вопрос, как стало возможным его появлением. Как он вообще в этом мире появился? Но свое место определенным образом философия обозначила. То есть мы не можем человека в полной мере обозначить, как животное. Правильно? Смотрите друг на друга. Да, некоторые на кого-то похожи. Из зверушек симпатичных. Да? Но! Никак не на обезьяну, это однозначно. И на свинью. И на свинью. Все на всех кого-то, на всех разных похожи. Да? Кто-то больше лисичка, кто-то больше сестричка, кто-то зайчик. А кто-то вообще солнышко. Вот. Поэтому мы и не животные, хотя мы едим, спим, мы все делаем, как животные вроде. Да? Животное начало нам появится. Но! Оно у нас... Но мы идем учиться. Мы с вами читаем интересные книжки. Мы слушаем музыку. То есть у нас присутствует и духовное начало. И вот в этом смысле, конечно, великолепный образ, который донесен до сегодняшнего дня, его можно интерпретировать с такой позиции. Человек – это существо, распятое между природой и духом. Да? Вот это образ Христа. Это определенная распятость. Это поставлянное человеческое напряжение оставаться человеком. Оставаться человеком. Вот в этом напряженном состоянии. Когда мы с вами уже рассматривали Женичжа, да, по-моему? Да. Помните, его знаменитую форму «Человек» – это переходный период. Это лишь канат между обезьяной и сверхчеловеком. Но тема обезьяны – это вот даромское влияние на философию того периода. Так вот. Человек, но он заложил основную и базовую мысль в мировоззрении людей. Чтобы быть человеком, это нужно им всегда становиться. То есть недостаточно родиться в человеческом облике, что становление человека как социального существа – это постоянное приобретение им все новых и новых качеств. И в этой связи философия, чтобы показать вот эту динамику, чтобы показать вот это развитие, да, постоянно развитие человека, разделяет три понятия. Опять-таки для удобства в постижении. Это, конечно, все условно, потому что мы понимаем, человек только тогда человек, когда он цельный, когда он в этом многообразии. Когда мы говорим «гармонично развитый человек», зрелый человек, мы предполагаем, что это вот, вот это да, вот это образец для подражания, вот это здорово, вот с ним вот это классный товарищ, да? Так ведь мы говорим? Такие даём оценки. И поэтому философия разделяет вот эти три понятия. Понятие «человек», понятие «индивид» и понятие «личность», где понятие «человек» предполагает, вроде как общее понятие, да, но оно предполагает в первую очередь его характеристики, такие антропологического характера. Антропологическое. Мы, по-моему, немножко говорили об этом, когда говорили о развитии самопознания Гегеля, да? Помните? Через антропологию он начинает. Вот. А что происходит? Чтобы родиться, естественно, нужно родиться в человеческом обличии. Помните, мы говорили, если будет пять рук, да, будет пушистый симпатичный хвостик, да, будет четыре носа, ну, не дай бог, дай бог, да, то это место человек не сможет существовать в человеческом обществе. Его не будет это сообщество принимать. Вот это биологическое начало, неприятие, как белая ворона, да, он не сможет. Поэтому нужно в нормальном человеческом обличии. Его с определенными признаками, вот этими антропологическими, себя осуществлять в этом мире. Но, если ты не будешь погружен в социальную среду, то ты не приобретешь дальнейших, так скажем, условий своего развития. Синдром Маугли, да? Маугли. Но, прежде чем приобрести вот эти отличия социальные, мы поговорим о другом феномене, который называется индивид. Сегодня, рождаясь, я думаю, вы в 90 каком году? Синдром Маугли. Вы в 97-го года. То есть, ваши мамы, когда ваши родили, они уже, вас не забирали от мам? Мамы не рассказывали страшные ужастики, как вас забирали, не успела родиться, вас забирали, куда-то унесли. Рассказывали, да? Бирки на ручках, на ножках, да? Вы представляете? Да, чтобы не перепутали детей. То есть, от одного папы, от одного мамы и от другого можно перепутать детей. Почему? Потому что они носили антропологические признаки, но они не проявляли еще индивидуальных качеств. А, 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 а.